Первое занятие, и прежде чем его начать, мы определимся с регламентом. У нас всего вот на этом факультете 25 занятий будет. Основная группа у нас идет, занимается по субботам с 11 утра. Но чтобы к ней подсоединиться, чтобы наверстать упущенное, вы на неделю, вот так, два вечера в неделю, понедельник и среду, по часу у нас будут занятия. Потом мы дойдем до тех вебинаров, которые качественно записаны, вы получите эти записи, и после этого вы подсоединитесь к основной группе. То есть будут следующие вебинары по субботам. А сейчас у нас сегодня первый вебинар, он такой пристрелочный, вы должны понять, чего ждать, чего вы получите на выходе из этой серии вебинаров. Должны, мы друг к другу привыкнуть должны, я вас не знаю пока, вы меня пока не знаете. Значит, около часа у нас длится вебинар, после этого в пределах получаса, традиция наша такая, ответы на любые ваши вопросы. Ну, кроме тех, которые детально будем рассматривать в будущем. Значит, не бойтесь задавать вопросы, глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы, любые вопросы, касающиеся финансов. И вот мы начинаем наш первый вебинар, который называется «Суть и природа инвестиций». Кстати, вот откуда появилось название «Факультет финансового здоровья». Я думаю, что многие из вас догадываются, что с деньгами, с нашими что-то неладно. Потому что вроде бы зарплату нам индексируют, последние 10 лет это происходило 20% каждый год. При этом инфляция всего 12%, официальная инфляция маленькая, а почему-то денег больше не становится. То есть, если кто-то из вас копил на квартиру, наверное, видите, что наоборот, даже на первый взнос не получается. Кто-то хотел отдохнуть за границей, куда-то пропали путевки в Турцию по 300 долларов, хотя доллар за последние 12 лет, как он стоял, 30-31 рубль, так он и стоит. И даже откладывать деньги как-то не получается тревожно, потому что куда-то пропали автобусы, цена на автобус 5 рублей, которая была 10 лет назад, куда-то хлеб по 5 рублей сейчас, куда-то коммуналка прежняя пропала. Вот эта вот проблема возникает, и люди гадают, а как быть с деньгами? Раз вы попали на этот факультет, я думаю, вы этот вопрос себе задавали. Некоторые люди сомневаются, думают, может быть, во мне что-то не то, может, дело в том, что я маленькую зарплату получаю, маленький доход, вот может быть, мне перестроиться, ну, читают люди книжки развивающие, Наполеона Хилла, «Дума и богатей» Роберта Киосаки, он порядка 10 книг написал, читают книги, тренинги развивающие проходят, а результат, финансовый результат, он как-то не ощущается сразу. Ну, наверное, вы догадываетесь, что в том числе причина этого, что у вас нет конкретного финансового инструмента, нет технологии. Вы такую технологию ищите, ходите в интернет, возможно, вы встречали в контекстной рекламе, встречали таких молодых людей в галстуках, которые предлагают вам бесплатно поделиться своим опытом зарабатывания денег. Вот мы каждый год, каждый год регулярно делаем 100% годовых, 200%, 300% годовых. Вот приходите к нам на бесплатный семинар, мы вас научим. Значит, возможно, кто-то из вас приходил на такой семинар, там приглашают поиграть на бирже, приглашают поиграть на валютном рынке Форекс. Если кто-то пробовал, ну, можете не рассказывать, результат известный. Значит, деньги вы теряете. Деньги вы теряете. Детально мы об этом будем говорить на следующем вебинаре. А в двух словах, что происходит? А происходит вот что. Вы, попав на биржу или на рынок Форекс, и не будучи высоким профессионалом, вы вдруг оказываетесь на чемпионате мира по финансовому инвестированию. Вы соревнуетесь с окулами, с миллиардерами, с Оресом, такой есть, Орен Баффет есть, тот же Киосаки. Но результат понятен. Представьте, вы на ринг вышли против братьев Кличко. Их там причем в раз. Вот даже за большие деньги я бы не пошел на такое мероприятие. Поэтому здесь результат предопределен. И возникает вопрос. А есть ли шансы у обычного человека, у которого где-то уже есть работа, где-то есть доход, но он просто хочет получить еще один независимый источник дохода, сохранить деньги, которые он заработал, заставить работать свои денежки, без риска их потерять. Вот есть ли что-то такое, чтобы можно было не тратя все свободное время на это, спокойно научиться сохранять и приумножать свой капитал. Значит, такая технология есть. На чем она основана? А вот на чем. Финансовые рынки, они развиваются циклически. То есть, вот что бы вы ни взяли, доллар, золото, акции, о которых тоже мы будем говорить, нет такого, чтобы они стояли на месте, цена их не менялась, либо плавно росла. Всегда есть огромные волны. Вот идет рост, 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 потом раз, падение. Потом долго болтается на месте, потом опять рост, опять падение. И что интересно, эти циклы не совпадают у разных инструментов. Когда растут акции, обычно золото падает. Либо с долларом что-то происходит другое. То есть, но чтобы одновременно все росло, такого не бывает. И вот на этих больших волнах можно поиграть. И, кстати, это проще, чем попытаться заработать деньги на чем-то одном. Вот валютный рынок Форекс такой есть, либо биржа, где торгуют акциями, она не любит новичков. Она быстро забирает деньги у дилетантов. А вот если вы владеете несколькими инструментами, то можно на любительском уровне регулярно выигрывать. Для этого не нужно бросать работу, становиться профессионалом. И не будет риска потери вашего капитала. Здесь принцип, что вы редко перекладываетесь из одного инструмента в другой. Но вам, чтобы регулярно выигрывать, не за счет везения, а за счет системы, вам нужно эту систему выстроить. Вот что значит система? Представьте, вот табуретка. У нее четыре ножки. Если четыре ножки, она крепко стоит. Вот у вас также четыре ножки, которые вы получите на наших вебинарах. Первая ножка. Нужно вам получить ответ на вопрос, где взять инвестиционный капитал? Где взять стартовый капитал? Потому что если нечего инвестировать, то вы ничего и не преумножите. Ноль, на какой коэффициент не умножай, он нулем и останется. В кредит играть новичку нельзя. Не рекомендуется на чужие деньги. Деньги из семейного бюджета брать или из бизнеса тоже не надо. В ущерб каким-то потребностям важным тоже не надо. Вот это первый ответ. У нас будет специальный вебинар, где взять стартовый капитал. Это первая ножка нашей табуретки. Вторая ножка. Вот на мой взгляд, она самая важная. Нужно понять, что происходит у нас в голове. Потому что мозги обычного человека совершенно не годятся для преумножения денег. Мозг человека, он остался таким же, какой был у первобытного человека. Он совершенно не годится для того, чтобы покупать акции в нужный момент. Вами будут владеть эмоцией. Вы будете деньги терять постоянно. Поэтому психология инвестора у нас самый большой, самый важный вебинар. Это обязательно нужно. Это вот вторая ножка нашей табуретки. Третья ножка. Вы познакомитесь с каждым инструментом в отдельности. То есть, что мы можем взять в банке. Какие вклады, какие депозиты, какие кредиты, когда дойдет до них очередь, какие кредиты хорошие, какие плохие. Вот это самый простой инструмент. Это банковские сделки. Потом мы познакомимся с валютой. Доллар, евро, швейцарский, франк и так далее. Вот стоит ли часть денег держать в долларах или в евро? Почему цена примерно держится одинаковая? Почему евро падает? Когда все-таки надо уходить в валюту? Это что? Мы только сохраним деньги или заработаем их? Вот с этим инструментом мы тоже познакомимся. Это отдельный вебинар. Еще один вебинар. Это драгоценные металлы. То есть, вы узнаете, в каком виде, когда стоит в них входить, когда держать часть денег, какую часть денег в них держать, чем отличается золото от серебра, от платины и палладия. Вот все это тоже отдельный вебинар. И целая серия вебинаров – это акции. Будут у нас облигации, но это простая бумага. А вот акции у нас порядка семи вебинаров. Потому что главный доход мы будем получать от роста акций, когда рынок растет. Но это инструмент непростой. И чтобы вы не напрягались, голову не ломали, у нас целых семь вебинаров. Но вы должны знать гораздо меньше, чем профессиональные спекулянты, те, кто живет с дохода. Вам этих семи вебинаров хватит для того, чтобы зарабатывать деньги. И самое главное – не терять их. Так, вот, кстати, еще один гост пришел. Сейчас Илья его пустит, а я продолжу. Это была третья ножка нашей табуретки. И четвертая ножка – вы становитесь… Вот то, что я вам рассказывал, то, что вы слышали про вложения в разные инструменты, вообще это называется портфельное инвестирование. Портфель – это когда несколько отделений. Вот там акции, золото, доллары, рубли – это как раз портфель. И вы будете портфельным инвестором. Вы будете выступать в роли человека-оркестра. То есть вам нужно знать, когда подходящий момент для того, чтобы купить, скажем, золото, а когда подходящий момент, чтобы его часть продать и на эти деньги купить акции. Вот эти вот подходящие моменты мы научимся находить. Как это делать, как перекладываться сразу или порциями. Важнейший момент – как зарабатывать на кризисах, когда другие инвесторы теряют деньги. Это очень важный момент, потому что портфельный инвестор, он на кризисе не сохраняет, а зарабатывает деньги. Это бывает нечасто, но это шанс очень хороший. И вопрос важный, это тоже четвертая ножка нашей табуретки, как это делать без фанатизма, чтобы вы не напрягались, не тонули в море литературы, не сидели зеленые от усталости, от сигарет, от кофе, у компьютера целую ночь, как это делают спекулянты. То есть 2-3 часа в неделю. Ну, есть такая поговорка, очень мне нравится, одна работа для вас, другая для ваших денег. Вот как заставить ваши деньги работать. Вот на эти вопросы мы постарались ответить в этом цикле, из 25 коротких вебинаров, просто доступно и практично. Почему практично? Потому что между вебинарами вы будете выполнять практические задания, чтобы закрепить. Ведь знания теоретически не работают. Вот представьте, что вы пытаетесь научиться играть в шахматы или в шашки там по учебнику, у вас ничего не получится. Важно что-то делать реально. Вот эти реальные практические задания вы будете получать после каждого вебинара. Как раз хорошо, что у вас будет, но вот у вас будет короче всего 3 дня, 2-3 дня, пока вы не нагоните основную группу. А там у вас будет неделя для выполнения таких вот практических заданий. Вот что мы будем. Возникает вопрос, а что на выходе? Что вы получите по окончании этого курса? Значит, есть гарантированные вещи, которые вы получите, это минимум какой-то. И есть вещи, которые вы можете получить, но это будет зависеть от многих факторов. От вашей генетики, от вашего воспитания, особенно как оно в детстве происходило, от вашей мотивации, насколько вы хотите иметь вот этот самый источник дохода, независимый, или вы готовы залезть в долги, чтобы только сегодня было хорошо. Так вот, что такое минимум, и что такое максимум? Значит, минимум, что вы получите? Вы перестанете терять деньги. Вы перестанете терять деньги. На чем обычно теряют люди деньги? На финансовых пирамидах. У нас специальный вебинар, финансовые пирамиды. Значит, вот я вспоминаю, у нас вебинары идут недавно, а до этого мы проводили вживую семинары. Вот я вспоминаю, живой семинар, учились у нас, супружеская пара одна. Боже мой, как они меня благодарили. Они успели выйти из актива инвеста за неделю до того, как окошечко захлопнулось окончательно. И в то же время на этом же вебинаре был товарищ, который прекрасно меня слушал, а потом мне говорит, Александр Павлович, вы все хорошо рассказывали, но про актив инвест этого зря. Это не жулики, это не пирамида, это инвестиции. И после этого он начал меня вербовать. Ну, мне показалось, что он для этого и пришел на семинар, чтобы себе сагитировать в эту компанию других людей, чтобы себе доход увеличить. То есть от человека много зависит. Но вы, если захотите, если вы не зомбированы, вы перестанете терять деньги в финансовых пирамидах. Вы перестанете терять деньги из-за инфляции. Это гарантированно. Из-за девальвации. Вы не пропустите момент, когда рубль будет обесценен на государственном уровне по отношению к другим валютам. Вы обязательно успеете переложиться. Это просто все. Вы ни в коем случае не потеряете деньги. Вас не удастся заманить на биржу или на рынок Форекс, если у вас нет к этому способности. То есть вы не позволите превратить себя в биржевое мясо. Это тоже гарантируется. Вот это вот минимум. Еще что гарантируется? Гарантируется, что у вас откроются глаза, и вы увидите возможность, где взять стартовый капитал. То есть вы не полезете в долги занимать деньги для того, чтобы их инвестировать. А без этого никак нельзя. Нам нужны эти семена будущего богатства. Вот училась тоже в нашей группе Юля такая, очень крутая бизнес-леди. Она столько сгребла этих грантов. Вот то, что в Свердловской области дают гранты начинающим бизнесменам для мелкого бизнеса. Она куча, там, семь, по-моему, этих грантов. А денег нет у нее. Потому что на самом деле богатство – это не сколько ты зарабатываешь. Богатство – это дельта. Это заработок между доходом и вашим расходом. И вот у нее эти невидимые для нее расходы были. Когда она семинар мой посетила, она говорит, «У меня открылись глаза. Для меня теперь такой кайф. Вот раньше бы я эти деньги даже не заметила бы, как они бы от меня ушли. Сегодня как раз я все это инвестирую». То есть вот это вот все вы перестанете терять деньги и вы сможете получить стартовый капитал. Это гарантируется любому. А максимум программа – это если вы всерьез отнесетесь к этому курсу. То есть не просто будете там, я понимаю, там интересные эти вебинары, там анекдоты Александр Павлович рассказывает легко, прикольно. Но если вы не будете делать практические задания, то вы максимума не получите. А максимум – это вы получите независимый источник дохода. Не сразу. Не сразу. Потому что главные изменения, они происходят в голове. А в голове изменения быстро не происходят. Но к концу нашей учебы обязательно вы получите. Почему, что интересно, вот по поводу изменений в голове, иногда бывает эффект, которого я сам не ожидал. Вот на одном из живых семинаров учился в группе повар такой, Иван его звали. Простой такой парень, поваром в санатории работал. Мужика дурили, 5000 рублей платили. А у него талант. Он кулинарное училище заканчивал. То есть я чувствую, что у него душа к этому лежит. Прошел он курс, проходит какое-то время, а через месяц мы обзваниваем своих слушателей. Я его спрашиваю, как дела с инвестициями. Он тоже, Александр Павлович, я очень доволен курсом, говорит, инвестициями я не занимаюсь. Я говорю, да как о чем доволен-то? Он говорит, ну, я стал другим. Мне, говорит, увеличили зарплату в два раза. Я, говорит, поговорил с работодателем, со своим, с хозяином этого санатория. Мне, говорит, увеличили зарплату. То есть у человека перестройка в мозгах, он понял, что себя надо ценить. То есть вот это вот то, ради чего вы приходите, то, что будет у вас на выходе. И теперь, если у вас к моему вступлению затянувшемуся нет вопросов, если они есть, пожалуйста, в чате, я буду заглядывать в чат и готов ответить на них. Если вопросов не будет, мы начинаем наш первый первый вебинар, у вас программа должна быть, проверьте, пожалуйста, рассылка была, суть и природа инвестиций. Какие там вопросы? Там шесть вопросов. Вот на них мы тогда ответим. Если у вас нет вопросов организационного плана, если они уже появились, пожалуйста, я несколько секунд жду, если текст никто не вводит, продолжим. Так, все окей, текст никто не вводит, тогда мы приступаем к нашему первому вебинару, который называется «Суть инвестиций». Что это такое? Что это такое? Сейчас я попрошу Илью показать первый рисуночек, удивительный рисунок, он был опубликован в газете «Аргументы и факты», вот я его тоже двигаю, да, «Официальная социальная инфляция». Там была статья, а я ее превратил в рисунок, эту статью. Значит, обратите внимание, вот синие столбики это та официальная инфляция, которая была последние годы. И за 10 лет она составила 130%. Вы пока не знаете, что такое инфляция, это тема следующего вебинара. Это как бы средняя температура по палате, насколько увеличились цены товара, ну вот у кого-то яхта дороже стала, а у кого-то хлеб стал дороже. Вот в среднем получилось в год на 13% за эти последние 10 лет, 130% за 10 лет. А если мы возьмем товары первой необходимости, а что это такое? Их называют витальные товары, те, без которых не прожить. Это главные продукты питания, это медикаменты, это коммунальные услуги, это транспорт. Вот на эти вот витальные товары и услуги цены увеличились вот красные столбики, посмотрите, на 320% за 10 лет. Социальная инфляция называется, еще иначе это. вот что это такое. То есть несовпадение. Вот мы уже поняли, почему так получается, что вроде бы зарплата растет на 20% в год, а жизнь богаче не становится. Если вы живете от зарплаты до зарплаты, вы попадаете вот в эти красные столбики. Для вас первоочередное значение начинает иметь витальные товары и услуги, цены на которых растут гораздо быстрее, чем в среднем, чем инфляция в среднем. То есть вот это мы уже присмотрелись. А когда происходит рост цен, есть еще одна опасность. У вас, если какие-то накопления есть, то они резко падают в цене. То есть деньги обесцениваются. Если эти накопления были на черный день, то есть на витальные товары и услуги, то они обесцениваются со страшной скоростью. Вот можете посмотреть рисуночек номер 2, следующий. это снижение по закону сложных процентов. Вот на 15% в год это синие столбики, на 25% в год это красные. Посмотрите, что творится с нашими накоплениями, насколько быстро они обнуляются. Если это деньги были не на машину, цены на машину растут медленно, а на товары первой необходимости. То есть вот зачем нам нужно что-то делать с нашими деньгами. Потому что просто жить от зарплаты до зарплаты, вы попадаете в число людей, которых буквально зубастая социальная инфляция пожирает. Плюс ваше накопление, если вам досталось наследство, или вы с трудом скопили, они тоже эти денежки быстро исчезнут. Поэтому обязательно нужно что-то делать. А что делать? Существует несколько путей получения денежных доходов. вот посмотрите следующий рисуночек пути получения денежных доходов. Не спешите, переварите пожалуйста вот эту картинку. Кстати, все слайды вам обязательно будут высланы в почту, это будет ваш капитал. Так, Илья, что-то очень страшно стало от слов, что меня пожирает что-то. Да, 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 пожирает не тебя, пожирает деньги, пожирает наше накопление. Значит, вот пути получения денежных доходов. Первая опасность, которая поджидает человека, который пытается заставить свои деньги работать, это когда он четко не понимает, каким путем он это делает. В принципе, зарабатывать можно любым из этих путей. Мы сейчас по ним пройдемся, а потом самое главное понимать, что именно вы делаете. Вот посмотрите, первое, зарабатывать. Что такое зарабатывать? Вот послушайте, какого-нибудь спекулянта, который играет на бирже, он скажет, я зарабатываю деньги на бирже. Неправда. Заработок это когда тебе гарантируют оплату твоего труда, а на бирже он сегодня выиграл, завтра потерял. То есть это не зарплата. Зарплата это когда вы трудитесь, но при этом вы твердо знаете, что ваш труд будет оплачен. Вот это зарабатывание денег. Мы знаем, что зарабатывание штука чреватая. То есть вы можете зарабатывать, а при этом инфляция будет вашу зарплату пожирать. То есть зарабатывать прекрасно, если у вас большая зарплата. Отлично. Но к ней нужно искать еще какой-то, еще как минимум, еще один источник дохода. Следующее сбережение. Что такое сбережение? Вот, например, вам 40 лет и вам досталось большое наследство. Ваша задача сохранить и жить на эти деньги. Вы не инвестор, вы долгосрочный сберегатель. У вас совсем другая задача. Она проще. Ваша задача, как сберечь эти деньги от той же самой инфляции, от валютных рисков, то есть от обесценивания рубля по отношению к доллару. Вот ваша задача. Но вы не инвестор, вы долгосрочный сберегатель. Еще один случай. У вас временно свободные деньги. Вот сегодня вам не нужны, вы не знаете куда их деть, а через полгода обязательно понадобятся. Вы опять же не инвестор, вы краткосрочный сберегатель. Забудьте об акциях, ни в коем случае, они могут через полгода упасть. Ваша задача сберечь хотя бы на полгода. Дальше накопление. Вы получаете у вас большая зарплата, огромная зарплата, 10 тысяч долларов. Вы получаете и кладете в банк. При такой зарплате вас не пугает рост цен на витальные товары. Доля вашего заработка на хлеб, на лекарства, на коммуналку мизерная. Поэтому вы свои деньги можете сберечь в банке, большая их часть. То есть это накопление, вы копите денежки на будущее, это еще проще. То есть вы накопитель. Ну а вот когда вы начинаете к примеру зачем-то покупать доллары или золото, при этом не понимая зачем, не зная точно зачем, это шаг к разорению, потому что вы не знаете кто вы. Вы должны понимать что вы делаете. Идем дальше. Кстати это мысль любого человека, когда появляются большие деньги, у человека возникает тревога. А вот куда потратить, а вот куда инвестировать, а вот что купить. Вот у меня вы знаете столько вот мы могли знать что я веду эти семинары и все знакомые, мои знакомые, знакомые моей жены, они буквально терзают меня этими вопросами. Значит я объясняю очень спокойно, что ребята вот вы понимаете если вы надеетесь что я вам отвечу сейчас вот какой-то разовый ответ куда вложить деньги и после этого вы можете о них забыть то это первый шаг к потере денег. Если вы не знаете куда девать деньги а спрашиваете меня возможно спрашиваете еще кого-то это означает что вы не умеете управлять деньгами. Вот представьте я вам посоветовал вложить деньги в акции потом я про вас забыл потому что таких вопрошателей много уехал в отпуск в это время наступает момент когда акции должны немедленно от них избавляться вы думаете я вас вспомню или вы мне будете звонить а я за границей в это время то есть ни в коем случае нельзя пытаться инвестировать по совету вы должны думать как инвестор а как думает инвестор вот нормальный инвестор чтобы иметь право называть себя инвестором это мы уже к четвертой ступеньке нашего рисунка подошли инвестор понимает вот свалились мне на голову деньги вот наследство но маловато ну скажем 5 миллионов а мне нужно 20 я хочу уехать за границу и там жить 5 миллионов мало рублей это мой шанс как бы мне эти деньги превратить в колочку которая будет нести золотые яйца то есть вот пусть эти деньги я без них жил как-то пусть эти деньги будут семенами будущего урожая большого закваской я их не растрачу я их не потеряю я не спекулянт я вложу их в какие-то малорискованные инвестиции не позволю годами им томиться в банке где только-только от инфляции от официальной инфляции только-только банк их сберегает я их заставлю работать я их в 2 раза увеличу в 10 раз увеличу вот тогда начну жить отщипывать по кусочку когда будет от чего отщипывать а для этого я сначала разберусь как это правильно сделать чтобы деньги именно приумножить а не потерять вот правильный ход мысли инвестора то есть попытаться понять как как это сделать вот есть есть еще игра вот что такое игра чем она отличается от инвестиций путаница возникает вот от чего вот есть такая штука у нас специальное будет специальное занятие по ней будет биржа где торгуют ценными бумагами в том числе акциями и вот здесь на одной и той же площадке на одной и той же бирже торгуют совершенно разные люди там толкутся вместе и спекулянты и инвесторы мы тоже там будем но не совсем на бирже мы будем через посредника через брокера не пугайтесь этих слов все на самом деле будет просто так вот спекуляция это игра а мы с вами инвесторы в чем отличие игра это когда для того чтобы кто-то выиграл кто-то должен потерять деньги обязательные условия а мы с вами инвесторы мы будем выигрывать на приливах на экономических циклах когда прилив поднимает все лодки вот в этом в этом наше наше отличие но мы будем не просто инвесторы мы будем инвесторы-любители то есть что означает у нас не будет высочайший уровень то есть не надейтесь что вы между делом станете профессионалом типа Кокорин Баффет мультимиллиардер второй по богатству человек в мире нет мы будем любители мы где-то работаем получаем деньги работу не бросаем но сейчас нашего дохода порядка 10% не расходуем а инвестируем то есть одна профессия для вас как мы уже говорили другая для ваших денег вот инвестор он может быть и сберегателем и накопителем и игроком если это в зоне вашей компетенции вот я по своему характеру инвестор но иногда возникают очень благоприятные моменты когда я веду себя как спекулянт вот я всегда вспоминаю кризис 98 года ну кто постарше помнит вот что было тогда с долларом в 98 году вот многие думают что доллар вырос в 3 раза ничего подобного с долларом не было ничего это рубль упал в 3 раза вот кто считал что этот доллар вырос те не заработали а потеряли деньги а я сообразил что происходит и выиграл и выиграл много как я сообразил просто проходил мимо банка и вдруг увидел что в этом банке доллар стоит уже не 6 рублей как до кризиса а 18 рублей в 3 раза дороже а дойча марка почему-то не подорожала тогда евро не было была марка западной германии хотя она она стоила до кризиса половинку доллара доллар стоил 6 рублей марка стоила 3 рубля и она должна была стоить 9 рублей она по прежнему стоила 3 рубля то есть просто менеджеры банка лопухнулись но я этот момент не упустил занял денег купил эту дойчу марку неделю подождал продал ее но продал уже в 3 раза дороже то есть вот это чистая вода спекуляция была никакая это не инвестиция была но грех упускать такой случай то есть вот вот уже временно вы сможете быть игроком но главное направление это вторая сверху ступенька это инвестиции это инвестиции вот давайте вспомним незабвенного Остапа Бендера эпизод есть в золотом теленке когда Шура Балаганов и кто там был еще у нас вот память кто был еще сейчас вспомним Паниковский был еще ограбили корейка ограбили корейка отобрали в него коробочку жестяную а в ней 10 тысяч долларов и они уже эти деньги поделили на три кучки значит Бендер у них отобрал и эти 10 тысяч долларов он использовал как инвестиционный капитал он открыл контору рога и копыта и эта контора занялась сбором компромата на господина корейка значит вот это были инвестиции но это были не те инвестиции что мы будем заниматься это были прямые инвестиции это ближе к бизнесу мы с вами должны получать пассивный доход чтобы деньги работали без нашего участия это финансовые инвестиции но суть та же самая вот как тот же Киосаки говорил люди не умеют заставить свои деньги работать поэтому люди работают всю жизнь а их деньги отдыхают вот мы должны заставить свои деньги работать как вы думаете наши деньги работают на депозите вот открыли бы вклад в банки 10% сегодня хорошие банки платят это деньги преумножаются или нет неа вспомните предыдущий рисунок у нас есть реальная инфляция которая всегда выше этих 10% только-только от официальной инфляции вы деньги зарабатываете казалось бы у вас через год вы положили 100 тысяч через год 110 тысяч но это уже не те рубли вы на эти 110 тысяч купите меньше товаров чем сегодня а если это товары первой необходимости то вы их купите намного меньше то есть в банке наши деньги тлеют не работают они быстрее обесцениваются чем нам идут вот эти вот то есть теперь вы знаете что такое инвестиции и понимаете разницу между просто деньги и начальным капиталом для инвестора то есть инвестор он кто такой инвестор это фермер финансовый фермер вот что делает фермер он собрал урожай но он весь его не проедает и не продает если это грамотный фермер он всегда оставит семенной фонд потому что он понимает вот не будет семенного фонда проезд он весь урожай значит будет бодрачить на дядю в следующем году вот точно так же поступает инвестор он не проедает все деньги Он оставляет часть дохода обязательно, чтобы эти деньги на него работали. Это дрожжи, которые необходимы для начала умножения капитала. Но это еще не инвестиции. Это как в том анекдоте, когда папа с сыном пришли в зоопарк, а сынули первый раз в зоопарке, и он спрашивает, папа это уже обезьяна? Нет, это еще кассир. Вот это еще не инвестиции. Чтобы стать инвестором, нам нужно сделать еще два шага до того, как наши деньги вкладывать. Я процитирую, есть прекрасная книжка Little Rolls. Кстати, та литература, которая вам понадобится, она будет вам обязательно представлена сегодня же в список литературы. Так вот, Little Rolls вам не надо для того, чтобы это чисто так, для интереса. Я цитирую. Там есть интересная фраза. Книжка его называется «Как пройти на Уолл-стрит». Уолл-стрит – это крупнейшая в мире биржа. Цитирую. Цитирую. И, конечно, это через чур. Если в России копить на образование, пенсию, жилье, у вас никогда не будет денег на инвестиции. Это американские рекомендации. Но резон в этом есть. То есть главный резон вот в чем заключается. Нельзя вкладывать в инвестиции последние деньги. Нельзя инвестировать просто потому, что у вас вообще нет денег. И они вам по зарез нужны. То есть вот этого делать нельзя Всегда нужно до этого Да что нужно Я не сказал Нужно сделать три шага Значит Сами инвестиции это третий шаг А до этого еще два шага Первое Избавиться от плохих долгов Подчеркиваю именно плохих долгов И второе сформировать подушку безопасности То есть что такое Плохие долги и чем они отличаются от хороших У нас будет вебинар который называется Банковские сделки Мы там о кредитах как раз поговорим Долги оказываются как холестерин Тоже бывают хорошие и плохие А вот что такое подушка безопасности Об этом мы побеседуем с вами сейчас Поподробнее То есть у вас должно быть до того Как вы инвестициями займете У вас должен быть обязательно Вот эта самая должна быть подушка безопасности Которая состоит из двух частей Резервный фонд и страховка Что такое резервный фонд Это ваш НЗ Как говорят военные Неприкосновенный запас То есть семейный резерв Который нужен На 3-6 месяцев жизни Такого же уровня Как если бы вы вдруг потеряли работу То есть вот сколько надо иметь денег Прикиньте ваш доход Прикиньте ваш уровень жизни Вот столько эта заначка Должна быть на черный день От 3 до 6 месяцев То есть иногда это больше Вот представьте что у вас Есть тяжелобольной родственник Которому предстоит операция На которую нужны деньги Вот эти деньги Это не инвестиционный капитал Их нельзя никуда вкладывать Эти деньги всегда должны быть под рукой Это вот этот самый резервный фонд То есть вдруг вы лишитесь основного источника дохода Мало ли что Кризис очередной Вы потеряли работу Потеряли зарплату То есть резерв этот не должен быть слишком большим Он не должен быть больше 6 месяцев достойной жизни Но он не должен быть и слишком маленьким Меньше 3 месяцев Вот Илья в чате задал вопрос Заначка для чего? Я же не собираюсь увольняться с работы Да С работы увольняться ты не собираешься Но иногда с ней спрашивает работодатель Раз и все Приходит кризис Кого сокращает в первую очередь? Белых воротничков Без которых может фирма обойтись С вложь до ряда Или какой-то страховой случай Упаси Господь Особенно если у вас есть машина Но об этом чуть позже То есть вот для чего это нужно Вот у новичков Особенно Особенно мало приспособлены к жизни люди У которых все было хорошо до этого То есть вот это большая опасность Когда ну например кто-то вложил ваучеры В акции Газпрома И они росли и росли и росли до кризиса Один ваучер можно было вложить так Вот для жителей Свердловской области Что он приносил 2200 акций Это было порядка Сейчас скажу Порядка 700 тысяч рублей В 2008 году до кризиса А потом кризис приходит И эти 700 тысяч рублей превращаются в 150 тысяч Обидно То есть самые хорошие инвесторы Получаются из тех людей Которые набили шишек Вот скажем знаменитый Самый крупный спекулянт Это Сорос Все знают эту фамилию Как он стал миллиардером Мультимиллиардером А вы почитайте историю его жизни Они оказались с отцом в гетто В фашистском гетто во время войны И только благодаря миллионам его отца Им удалось оттуда живыми выскочить И вот с тех пор этот страх Перед нищетой Он гонит Сороса Все время он боится оказаться нищим То есть вот такие люди становятся Крутыми инвесторами А когда все хорошо Вот есть же у меня сегодня работа И завтра будет хорошо Чего я буду париться Не надо мне ничего Дальше еще лучше будет У меня такой работодатель классный Он меня ценит Значит ребята Не надейтесь Вот это первая половинка Вашей подушки безопасности Резервный фонд То есть в чем он должен быть Банковский депозит Если денег у вас до 700 тысяч рублей Любой банк Вам государство гарантирует Ну мы будем говорить с вами часть Валюту можно перевести Но никакого золота Никаких акций Это должно быть в такой Ну это называется ликвидная форма То есть когда вы быстро можете эти деньги Взять И это должны быть именно деньги А не что-то другое Лучше в нескольких банках Почему? Потому что если банк обанкротится Да, вам вернут эти деньги Но не сразу Процедура долгая А вам могут они срочно понадобиться Разделяйте эту сумму на несколько банков И забудьте об этих деньгах Это резервный фонд И второе Нужна страховка Что значит страховка? Ведь над вами все время висит Дамоклов меч Вы знаете сколько у нас Аварий на дорогах происходит И у нас менталитет Не менталитет западного человека Вот Буржуин Он всегда думает У него мысль всегда Деньги это его Второе я Он думает Если со мной что-то случится Как будет жить моя семья? У русских это нет У русских это Как есть такой анекдот Когда вскрывают Наследники Завещания А там написано Будучи В том числе